В Черновцах суд оправдал патрульного, которого месяц назад поймали за рулем под кайфом. Тогда экспертиза обнаружила в крови копа следы амфетамина и алкоголя. Почему для служителей Фемиды этого оказалось недостаточно? Ольга Паломарюк разбиралась. Автомобиль, который пересек двойную сплошную линию, патрульные заметили при выезде из Черновцов 6 марта. Остановили. За рулем был пьяный молодой парень. Когда правоохранители проверили документы, оказалось это их коллега. 24-летний инспектор патрульной полиции. Позже экспертиза обнаружила в крови водителя алкоголь и следы амфетамина. У него было сильное неадекватное поведение, соответствующий запах сорта. После прохождения экспертизы анализы показали высокое содержание в его крови алкоголя и высокое содержание в его моче амфетамина. В патрульной полиции тогда сразу же отчитались. Николай Мендрешора действительно их сотрудник. Вот только с начала марта в отпуске начали служебное расследование. До особи были в житии заходы дисциплинарного вплива, а именно звольнение с глав полиции. И вот накануне на заседании районного суда, где рассматривали составленные патрульными протоколами в нетрезвом состоянии, уволенный инспектор Мендрешора уверял, за рулем была его знакомая. А сам он ни алкоголь, ни наркотики не употреблял. Но больше всего присутствующих ошарашило заявление судей. Мол, полиция вообще не имеет права останавливать автомобили, составлять такие протоколы. В итоге Мендрешору оправдали. Активисты возмущены, говорят, это судебный прецедент. То есть решение может послужить образцом при решении аналогичных дел. Когда нетрезвого водителя, вот так просто могут оправдать. И что это выходит тогда? Что все водители, которые сейчас, ну, порушивают, грубо говоря, закон, керующие в состоянии алкогольного спинения автотранспортом, они, получается, могут быть полностью пробачены? Это было жахливо, если честно. Потому что я впервые, скажем так, за все эти годы, как бы, моей активистской деятельности, бачил вот такой бэщинг со стороны суда. Оправдательный приговор может стать основанием для восстановления Мендрешора в должности. Будет ли он добиваться этого, пока неизвестно. Связаться с ним в нашей съемочной группе не удалось. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновцы.